Решил я научиться играть лучше и стал искать видео на ютубе с наиболее сильным игроком. Мой выбор упал на того, кто регулярно ставит мировые рекорды по киллам. И смотря его видео в поиске новых фишек и супер крутых отыгровок, я вижу вот это. Ой-ой-ой, это что смерть? Еще и сковородкой! И трудно представить, троц очень сильный, но его переиграл другой парень. Насколько же тогда силен он? Я сразу же пошел в игру, нашел этого парня и написал, что он убил мирового рекордсмена. Ну, а пока мы ждем от него ответа, давайте же глянем, что происходило в той игре. Кстати, вы заметили, что всегда на этом углу есть пушка? И всегда там лежит дробовик. Вот реально, в ста из ста случаев. Похоже, кто-то из разработчиков себе специально туда положил ганы, для того, чтобы всегда прыгать в одно и то же место и всегда падать на пушку. А троц это понял и использует. Ну или же троц сам разработчик. Или знаком с разработчиками. Интересная теория. Очень много народу на ивенте, 20 человек. Ууууу. Это сейчас обещает быть достаточно напряженным файтом. Я не понял, он его добил или не добил? Выглядело, как будто бы у него его изначально застелили, но потом доел. Как они живут? Бронированные какие-то соперники. Непонятно вообще. На пол хп выживают, на какой-то микрописечке. Ну да ладно. Для троц за это не проблема. Вот здесь неплохой враг. Стоит за стенкой, контролит. Но и он оказался не сильнее троц за. Но попытка была засчитана. Ну а я, конечно, друзья, хочу напомнить вам, что спонсором ролика является компания 1x. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю, конечно же, удачи. И только побед. Кстати, прям чрезмерное количество фрагов на ивенте. На топ 83-10 убийств. Неужели это будет рекордный матч? Ну или там около 40-й. Рекордный уже, наверное, вряд ли. Потому что сделать там 48 в соло и тем более 53 в команде вряд ли у кого-то получится за оставшуюся неделю ивента. Но бывает, бывает такое, что кто-то из игроков залетает в последний момент. Интересно, какой это ранг, но как будто бы не маленький. Вот просто по первому взгляду я бы сказал, что это какой-нибудь ас или даже выше. Вот всегда так. Вот вы заметили? У профессиональных или очень крутых игроков бежит где-нибудь чел там 3000 метров до него идеальный спрей, все в голову там, не знаю, тройной хэдшот от кассика. Бежит какой-то бот и профи не может его убить. Как это работает, броу? Неплохо. Почти зачистил ивент. А откуда ты знал, что он там в углу? Хм. А не помощь ли это в обнаружении? Ну там, справедливости ради, была склейка, и мы не можем знать на 100%. Может быть, была какая-то мини-инфа. Но с оставшимися двумя чуваками он как-то чересчур уверенно разобрался не в плане стрельбы, а в плане, знаете, когда мало людей на локации, ты их, ну, ищешь. А здесь он прям идеально знал, где находятся оба. Хм. Ну у меня это вызвало небольшие вопросики. Вы что скажете? Ладно. Тем временем, кстати, 20 фраг. Хорошо. Я всегда так угораю с этих боксерских дуэлей мех. Притом троц, кстати, ее в этот раз не выиграл. И еще его осадили. Да ладно! И его убьют сейчас! Ну, по-любому. Такое уже не отпустят. Слушай. Ну это точно серьезные ребята. Вернулся для того, чтобы отомстить. Я отомстил. И это очко! Это турбачко какое-то высасывательное. Там 0 хп у чувака было. Собрался в мегазор, да? Но тут, знаете, не совсем была честная месть. Потому что когда троц дрался с этими ребятами, они дрались вот прям, ну можно сказать, один на один. Там правда два на одного, но тем не менее, они, короче, вышли именно в файт. А здесь эти ребята еще дрались с кем-то. Чувак был лоу хп-шный. И троц ну вот подбежал, так скажем, в конец. Поэтому здесь нужно для того, чтобы точно утвердить свою доминантность, чтобы показать, что действительно он здесь главный, надо бы вот, да, раскатать. Но это те же самые два чувака. И здесь это уже был честный файт, к которому все были готовы. Так что тут без вопросов, да, троц победил, троц сильнее. Как бы есть сомнения, не понял, откуда? Он же жесткий. интересно. Чтобы не подставляться под двоих, он одного вот так заарканил, убрал, и второго сейчас также поймает. Слушай, это прикольно. Это хорошая тактика. Вот поэтому он сейчас и не умер. А вылез бы один в два, пацаны бы его перестреляли. Умно? Я бы сказал очень. А знаете, что еще умно? Участвовать в розыгрышах UC, потому что вот эти ребята получают по 325 UC, просто потому что они подписаны на мой телеграм-канал Эрокез Биба. Ссылочка есть в описании. И там у нас постоянно проходят такие розыгрыши. Сейчас идет розыгрыш на 13 тысяч UC. Помимо этого, почти ежедневные вот такие вот на 325 UC для человека на троих. Короче, заходите, участвуйте, буду рад вас там видеть. Ну а все UC предоставлены ONTOP UC SHOP. Отличный магазин, надежный, быстрый, с большим количеством способов оплаты. Кто не подписан на ONTOP, тот в розыгрышах выигрывает гораздо реже. Для подписки ссылочка в описании или же кивер-код на экране. Вот это я не люблю. Вот что Зенос, что Троц использует этот глич. Ну и как бы... Ну это не честно. Я не знаю, вот я периодически в комментариях вижу ребяток, которые пишут, что ну раз это не фиксят, значит как бы можно делать. Ну вот сложно сказать. Напишите в комментариях, что вы думаете. Вот такой вот просмотр сквозь стенки. Это как бы легально, легитно, это можно использовать или же нет? Я считаю, что нет. Потому что, ну, сама игра не предполагает возможность заглядывать за стены. И это баг. кстати, я даже не успел заметить, как Троц сделал уже почти 30 фрагов. опять же, у него супер четкое понимание, где находится человечек, но здесь как бы по инфе. Мне знаете, что нравится у него? уверенность. То есть, вот у многих игроков бывает такое, что вот они даже видели игрока, потом этого человека нет секунд 10, и они начинают сомневаться, а там ли он? А вот, а вдруг он перебежал, а вдруг то, вдруг это, а вот у Троц такого нет. Ой-ой-ой, это что, смерть? Ещё и сковородкой? Минутку. А как же вот эти моменты? Они были в начале видео. Это что? Кликбейт? Нет, конечно. Это следующий матч, который мы сейчас и глянем. Ранг АС, кстати, был у этого матча, а я даже специально зашёл в игру и посмотрел. У чувака, который убил Тродзе, у него как раз-таки был АС Доминатор. Ну вот, на данный момент. Может быть, он уже апнулся? Ну, короче, да, как я и говорил, ранги достаточно высокие у предыдущего матча. Но один нам точно недостаточно. Это было как такой короткий шпекинч. Как говорил Тедди КГБ из фильма Шулера, я не удовлетворён. Поэтому здесь надо бы, конечно же, посмотреть ещё одну и вы посмотрите, что это за бешеная монструозная катка. Она просто забирает всех, кого только видит. Сама катка. Ну, или вот эта огненная мумия, которая на Тродзе. неплохо. Он пытался запрыгнуть на кончик? Или... Интересный, какой-то такой прыжок был. Блин, как он контролирует местность? то есть, даже сейчас вот он стрелялся, у него фокус был на ребятах спереди, но при этом он всё равно прислушивается к шагам и понимает, что ещё снизу человек, что вот спереди есть тоже внизу. Конечно же, в таком сумбуре звуков распределять и разделять вот нужные тебе это тоже очень важный скилл. Два бота. Хорошо. Неплохо, кстати, забайтил. О, у него жилета нет, подожди, это очень опасно. А, ну и поэтому решает убежать. Ну и правильно. Без жилета это сейчас два попадания даже в пузо и всё, и смерть. А оно нам надо. Вовремя остановиться, друзья, это не равно зассать. Это равно сыграть тактически, сделать перепланировку и выждать более важного момента. Ну ладно, да, зассать. Не по-пацански, да, скажет кто-нибудь. В смысле? Мне показалось, или он умер за стеной? Да, PUBG Mobile. Ну спасибо, ну вот это всегда обидно. Народу, блин, на ивенте так много. ещё не только на ивенте, ещё рядом с ним. Это чё такое? Это спрейс ППшек на 180 метров? Чувак, тебе как нормально вообще? Ты знаешь, что ППшки это оружие ближнего боя, ближней дистанции. Close Fight так называемый. Мне кажется, ему просто забыли об этом рассказать. вот знаете, чем прикольная игра на высоких рангах? что вот если кто подставляется, то его убивают почти сразу. Вот, то есть, ну вот здесь конкретно это, видимо, исключение из правил. Да ладно, ты его не добьёшь? Ну тут отпустил. Ха! Ну, либо я только что пробалаболился, либо как бы просто это такой вот уникальный случай. Молотов, кстати, не работает. А! Подожди. Работает! А он всегда работал так? А! Наверное, нужно кидать именно вниз. А я видел, всегда кидают на кабину и на кабину не работало. Приколи, какой бред. О, ничуть, это очко! Как это? Не показал! Глянь, спрятал очко! От нас! А что ты от пацанов прячешь очко? Ты здесь стесняешься, что ли? Не понял? Не, ну так дела не делаются, я считаю. Аймр, кстати. Ну, ну и хватит! Ну, мне кажется, он поднимется. Реанимации нет. Нормально, живем. Пацаны, не дожали. Ой, пацаны! Ой, какая же это сейчас была ошибка? Вот я просто, я просто на 100% уверен, что сейчас за то, что они засали и побежали добивать Тродза, он им просто жопу наружу вывернет. Вот я прямо на 100% в этом уверен. Не сомневаюсь ни на секунду. А где этот чувак? Ха, Дэвид Капрофилд, блин, выбрался из комнаты незаметно. Это наш? А? Нет, повезло. Смотри, шарит, не вылазит. Понимает, что в любую секунду меха его скушает. Блин, меху сейчас сломают. Но тут не вариант был драться с дальними, потому что под собой есть человек и он может начать делать гадости всякие неприятные. Не, ну вроде еще пол хп есть, нормально. Пока держимся. Ну не трогай. Специально, кстати, побыстрее пытался стрельнуть. Вот здесь не попал в голову, старался как можно быстрее именно осадить чувака, чтобы он перестал стрелять в меху. О, АВМ-ка. опасно сейчас было, но хорошая стрельба решает. Вот-вот тут вот прям шикарнейший спрей. Просто каждой пулей попал. 27 фрагов тем временем. Снова подбираемся к 30-ке и снова эта цифра подошла ну не то чтобы незаметно, но крайне быстро. хорошо. Вот знаете, вот не хватает только одного какого-то супер крутого мега красивого трюка от троц ой-ой-ой их там трое? подожди уже двое нормально уже один на ногах куда ты вратанчик не но пушит роза он не очкушник хотя нет подожди передумал если он даст ему захилиться то у соперника ноль шансов даже так он как будто бы не дает подрес нутся блин интересный файт вроде поднялись по-моему поднялись их там сейчас двое но уже нет поднялся не равно захилился так это full squad получается здесь еще один топает хорош и добить ой красиво ай не попал но все равно нормально это все равно очко но это не весь файт рак тоже на крыше я не до конца понял да 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 что второй кто-то настреливает вообще непростой финал блин а так можно хотя не накажут не не наказывают хорошо и сюда савика ну что это вау нету как же ну как же красиво вот вот трос под конец у него прям вообще но он чувствует чувствует контроль знаете ощущает свою силу и знает как ее использовать ладно предположим опять здесь была инфа как-то много моментов когда он приезжает идеально туда где есть щел но каждый раз под этот момент идет склейка и ну мы не можем на 100% знать то есть может быть просто пацаны здесь издавали звуки или как-то вот стрелялись или их было видно но это шикарнейший топ вот так играют профессионалы